Это актуальное интервью в студии Сергей Мехедов. Здравствуйте! 27 декабря 1990 года. Дата образования МЧС России. Спасатель – одна из самых нужных и важных профессий. В подразделениях МЧС трудятся настоящие профессионалы, которые ежедневно предотвращают тяжкие последствия катастроф, разгула стихий или просто идут на выручку тем, кто попал в сложную ситуацию. Каким оказался уходящий год для спасателей Якутии? Гость в студии – Василий Батов, спасатель первого класса якутского поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по республике. Василий Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! С профессиональным праздником вас! Спасибо! В какие самые отдаленные районы Якутии выезжали бойцы вашего отряда, чтобы спасти тех, кто попал в беду? Хочется про географию узнать. Самые отдаленные – вообще вся Якутия, все пределы Якутии. Сеград-Дол, границы… Крайний север, Арктическая зона. В этом году выезд был в Верхоянский район, на Павадок выезжали. То есть, в принципе, по долгу службы приходится бывать практически по всей Якутии? Практически везде. С какими трудностями сталкиваются ваши сотрудники при проведении той или иной спасательной операции? Ну, трудности, скорее всего, чисто такие, знаете, непогода, лето, зима, допустим, дожди. Все. В общем-то… То есть, бывают какие-то погодные сложности? Ну да. А бывают, может быть, трудности именно с людьми, которых приходится спасать? Как себя вот люди ведут чаще всего в сложных ситуациях? Ну, чаще как-то с пониманием относятся к тому, что их спасает. Ну, бывают. Ну, это очень редкое исключение, когда начинают кричать что-то, что вы делаете. Ну, вот какие навыки у себя необходимо постоянно развивать, спасать? Постоянно. Это, соответственно, профессиональные навыки. Это медицинская помощь, работа с спасательным инструментом, ну, и физическая. То есть, для этого, например, вы какие-то обучения проходите ежегодные, да? Да, ежегодные, ну, стараются, во всяком случае, чтобы каждый год куда-то, кого-то, из числа спасателей куда-то отправить на то или иное обучение. И каждые три года подтверждение классной специальности спасатель первого, второго, третьего класса. А сколько вот всего классов спасателей существует? Спасатель. А, вообще всего, получается, пять. Спасатель, спасатель третьего, второго, первого класса и спасатель международного класса. А в чем вот идет отличие между этими знаниями, рангами? К повышению уровня, так сказать, класса, да, требуется больше профессий, больше знаний. Больше знаний, то есть, наверное, больше опыта. Больше опыта, да. Пройти, получается, обучение дополнительное какое-то чаще других, например, да, нужно проходить. Соответственно, класс будет расти. Да. Вот, вы вообще общались с теми, кого когда-то спасали? Вот, отслеживаете их дальнейшую судьбу? Нет, такого не было. Один был только случай на памяти, когда мы девушку вытащили из вентиляционного колодца. Потом просто дня через два узнали, как ее самочувствие в больнице просто. Уточнили, все, закона с крышу упала, в вентиляцию. Угу. А вот на какие случаи чаще всего приходится выезжать нашим спасателям? Может быть, как-то расскажете? Чаще. Чаще, допустим, в это время, в зимнее время, чаще всего выезжают на бытовые случаи, там, закрытая дверь. Включена газовая плита, кто-то вышел на балкон, закрылась дверь. Угу. То есть, спасать людей вот в таких ситуациях, бытовых. Чаще бытовые. Чаще. А если летом говорить? Летом, ну, это потерявшиеся в лесу чаще. Чаще всего. Ну, да, это даже не совсем в период, знаете, вот август-сентябрь, это вот чаще всего это происходит, бывает, по несколько вызовов за день даже бывает такое. Что в одной стороне, одну группу отправили, потом в другой стороне, кто-то опять потерялся и опять туда. А вот у нас в Якутии, кстати, в поиске людей, служба спасения, получается, при МЧС, она реагирует сразу или должно пройти какое-то время с того момента, когда человек пропал и с ним не могут выйти на связь? Ну, чаще сразу звонят. То есть, сразу звонят, например, да? Родственники забеспокоились, что их там, допустим, человек не вышел на связь или не пришел. Чаще всего сразу звонят. А вообще, как много времени занимает поиск человека? Поиск? Зависит, наверное, от места. Зависит от места, все зависит от места. Можно искать и неделю, можно там за пару часов найти. Ну вот, к чрезвычайным ситуациям и несчастным случаям, не секрет, что чаще всего приводят к беспечность. Вот расскажите о таких случаях, может, какие-то в память врезались? Беспечность? Ну, вот вы рассказали про девушку, которая попала в вентиляцию. Вообще, как такое произошло? Вышла на крышу и, возвращаясь обратно, она просто спустилась не в люк, который выходит в подъезд, а совершенно в другой. Совершенно в другой. И пролетела, получается, пять этажей. Пять этажей пролетела? По вентиляции, как она там выжила, вообще непонятно. Выжила, ну, спасли, выжила, все хорошо. Пришлось там у хозяина квартиры выдолбить стены, вытащить ее. Ну вот, с опытом проще решиться на риск ради спасения людей? Или это какое-то врожденное качество? Врожденное? Да не знаю, наверное. Я, допустим, в детстве никогда не думал, что я буду спасателем. Вот, кстати, расскажите, как вы пришли в профессию, почему стали спасателем? В профессию? Честно, мне просто предложили. Пойдешь? Давай попробую. Все, вот так и осталось. А для этого что? Какое-то обучение пришлось пройти? Вы где-то учились в ВУЗе? Первоначально? Первоначально нет, это уже в процессе работы. Меня обучали на базе отряда, тогда еще в поисково-описательной службе. Все, на базе отряда меня отучили. А как долго шло обучение? Ну, это, знаете, это в процессе работы, наверное, в течение года-полутора лет вот так вот происходит. То есть, постоянно на месте обучают, да? В зависимости от случаев. Ну, более, так сказать, старшие товарищи. То есть, именно на практике обучают? Да. А вот сама аттестация, что в себя включает, как долго длится? Аттестация – это обучение на базе учебного центра, вот чаще мы в Хабаровск ездили. Там проходит обучение дополнительным профессиям и потом экзамены, аттестация. А вот каким профессиям обучают сотрудников МЧС? Вот именно спасателей? Работа с гидравлическим инструментом, допустим, альпинизм. Ну, и водная подготовка, медицинская подготовка. Каждый год что-то расширяется, так сказать, в процессе обучения. Допустим, что-то еще, новые технологии в той же, в медицине что-то появилось. В медицинской помощи, в альпинизме тоже что-то. Поэтому приходится обучаться этому. А может, что для вас было самым сложным в этом обучении, что бы вы отметили? Сложным? Тяжелее всего, что давалось? Ну, я даже не знаю. Наверное, все-таки у меня, так сказать, я пришел в МЧС в 19 лет, поэтому мне было проще, как бы, все это с годами наработать. То есть, пока... Да ничего такого сложного. Пока я был молодой, наверное, было проще, да? Да, было проще. Проще себя впитать, в чем-то новому научиться. Да, если бы, допустим, сейчас я пришел, это для меня сложнее было бы, наверное. Ну, то есть, мы приходим к выводу, что, в принципе, если идти на такую работу, то лучше, чем раньше, тем лучше. Да, чем раньше, тем лучше, конечно. А вот когда сложнее работать, летом или зимой? Здесь нет такого, что летом или зимой сложнее, а одинаково сложно. Потому что в чрезвычайной ситуации может быть всякое. Так что сложно ответить. Ну, вот когда новые знакомые узнают, где вы работаете, как они реагируют? Ну, не так эмоционально, конечно, там, вот как здорово, нет. Просто, ну, здорово, классно. Будем знать, что у нас есть спасатель, если что, позвоним. А вообще, вот знакомые, как часто звонят по каким-то своим делам, может быть, именно по вашей профессии связаны? Какое бывает вообще, чтобы знакомые звонили, вот, например, Василий, ты работаешь в МЧС, например, помоги там, помоги с чем-то, с чем-то. Такое бывает вообще в жизни? Такого, слава богу, не бывает. Слава богу, да, происшествий со знакомыми не случается, да? Вот. Ну, а как семья вообще относится к вашей профессии? Семья, ну, поначалу беспокоились как-то. Все ждали, когда приедет. А сейчас уехал, уехал. Как-то со временем проще стало. Ну, да, со временем проще стало, потому что, ну, дети только скучают. Ну, так сказать. Жена, конечно, тоже, но, знаете, она раньше как-то, ну, сейчас уже спокойнее, пускай, я говорю, в командировку куда уезжаешь, да, туда-туда, насколько, пока не знаю. Ну, все. Ну, жена уже, наверное, с годами привыкла, наверное, как-то стало уже проще реагировать на постоянные командировки. Ну, и в завершении нашего разговора, что пожелаете своим коллегам в День спасателя? Коллегам, коллегам, дорогие коллеги, поздравляю вас всех с Днем спасателя. Хотелось бы пожелать как можно меньше чрезвычайных ситуаций, хоть они и будут, но чтобы их было меньше. Здоровья, счастья, благополучия. Василий Владимирович, ну, мы присоединяемся ко всем этим теплым словам, хотим пожелать вам успехов в вашей дальнейшей работе. Ну, и спасибо, что нашли время, пришли, ответили на наши вопросы. Желаем вам успешного и удачного Нового года. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.